Девушки отдыхают Два за 18 лет Жильцы аварийного дома ютятся в ужасных условиях, а чиновники раздают квартиры своим родственникам, которых выдают за нуждающихся в переселении жителей трущоб Он засудил весь поселок, уже люди с ним не разговаривают, он выжил предыдущий хозяин, он их собаку отравил, понимаете? Мне нечего гавкать на собаке Всегда найдется сосед, радостно отравляющий жизнь всем окружающим Сегодня он судится из-за забора, а завтра обвинит вас в грабеже и хулиганстве Как остановить эту бессмысленную войну? Открывается ванна и вылезает вот эта вот хамка озабоченная, совершенно обнаженная В частном санатории творится беспредел Старики быстро умирают, а свое наследство оставляют горничным Как не дать нажиться на своих родных и близких людях? Истец, представляющий также еще 15 семей, требует предоставить жилье взамен аварийного Ответчик, представитель администрации муниципального образования, иск не признает Пожалуйста, так, Надежда Павловна, значит, доверенность на предоставление интересов своих всех соседей Да Угу И, пожалуйста, слушаем ваше обоснование иска Ваша честь, я по доверенности представляю интересы еще 15 семей нашего дома Угу, я вижу, да С требованием предоставить нам жилье взамен аварийного Наш дом 18 лет назад был признан аварийным Признан аварийным дом был Был признан аварийным И тогда же запретили регистрацию и запретили приватизацию Жильцов поставили на очередь, ну, типа льготную Но эта очередь не движется Я лично в этой очереди Подождите на очередь, то есть вас, вам не предоставили никакого взамен жилья? Нет Я лично в этой очереди стою 125-я 18 лет А за это время, представляете, только два человека получили квартиры Два За 18 лет Так Жильцы стали возмущаться У них такая аналогичная же история Они стали возмущаться Потому что дом обрушится Недавно был вопиющий случай Жилец с первого этажа, Леонид Борисович Он инвалид по зрению Выходя из подъезда, на него обрушился козырек И представляете, слава богу, с ним ничего Но собаку поводыря его убило на месте Ну, дед слег, это был единственный его друг В прокуратуру не обращались? В прокуратуру нет Так, мало того, у нас на втором этаже Вообще стоят две квартиры Значит, были прописаны старики, они умерли Квартиры опечатали Но крыша обрушается, потому что там течет вода А то есть никто не вступил в права наследства? Нет После стариков И имущество было признано выморочным? Выморочным, да И перешло в собственность администрации? Да Но мы их опечатали, естественно Мы же не должны были оставить квартиры открытыми Чтобы там они превратились в банджатники А вы как собственники, как собственники данных жилых помещений Бремя содержания несли? Ну как, мы просто... Жилищный кодекс Да Как отчий наш должны знать Почему не несли? Если вам принадлежали две квартиры? Ну, поддерживали в надлежащем виде Да, что крыша провалилась? За это время никаких не было работ Никаких не было работ внутри дома, никаких Я вам покажу больше того Вы посмотрите Вот, вот Это наш дом Там 18 квартир Вот наши квартиры Это пестрит все Передайте мне фотографии Вот, посмотрите Вы только посмотрите В интернете пестрит все эти картинки нашего дома Дом находится в центре города Это историческая ценность Земля золотая Администрация только ждет Чтоб все вымерли И потом Приватизация закончилась Конечно И она отойдет им И строй, что хочешь Сноси, строй Хоть торговый дом Хоть элитные дома А мы же не хотим умирать Мы хотим жить Надежда Павловна, ваша позиция в суду понятна Дайте я сейчас с ответчиком поговорю Ответчик Представитель ответчиков В чем дело-то? Ваша честь Почему 18 лет После вашего же решения О признании дома аварийным Почему 18 лет Там живут люди Вот в таких вот условиях Так и очередь не движется Ваша честь Во-первых, администрация Наше муниципальное образование Делает все возможное Чтобы предоставить Надежде Павловне Все возможное для чего? 90-е годы Вот это На волне демократизации Надежда Павловна Как старший дом И все жильцы И не только Все в центре города Можно сказать Не то, что бунтовали А провели Море митингов Демонстраций Чтобы признать Значит Центр города Вот эти дома Это не именно наш дом Значит предмет Извините Значит Памятниками архитектуры Культурного наследия Как памятники Деревянного зодчества Это было признано Хорошо Не ремонтируются Постады Ну а внутри Ну соответственно Мы И что Признали памятником архитектуры Снести эти дома И предоставить Жилье Как говорится Надежде Павловне И ее соседям Какая связь между тем Что вы не можете Снести дома И предоставить жилье Вам для того Чтобы предоставить жилье Надо обязательно дом снести Муниципальное образование Наша администрация Не боги Мы не можем предоставить Огромное количество жилья Мы же не Москва А потом через 20 лет Вы нам дадите Сотжилье Меня абсолютно Ваши возможности Не интересуют Меня интересует Только то Почему вы не исполняете То что прописано В законе У нас нет таких возможностей Почему вы даже Являясь У нас нет таких финансов Вы являясь Даже собственником Двух квартир Вымороченного имущества Которое перешло вам в собственность Вы даже за ними Следить не можете У вас что За памятниками архитектуры Следить не надо Нет Конечно мы следим Но вы поймите То есть признали дом Памятниками архитектуры Должен быть какой-то инвестор Ведь у нас нет такого бюджета У нас нет таких денежных средств Как в Москве Изыскивайте возможность Изыскивайте Ну как изыскивайте Закон на вас возлагает Такую обязанность Ваша честь Надежда Павловна Вы не сомневает Ну хорошо Есть свидетель Мы смогли распределить Нет Очередь большая Я понимаю Вы как администрация Как исполнительная власть Не выполняете требования Жилищного законодательства С кого вы требуете Тогда его исполнять Ваша честь В первую очередь Многодетные семьи У нас есть Многодетные семьи Сироты Понимаете Это вы так считаете Да Инвалиды у нас есть Ну поймите Мы ждете Пока все вымрут Наверное Так понимаю У нас уже Вы оказались на моем месте Где вы возьмете деньги Представитель ответчик Вот собаку убила Вы хотите Чтоб людей Начало убивать Сколько еще Еще лет 18 Будете ждать Дом не просто аварийный Пока всех там жителей Не убежит Он угрожает жизни Жильцам Так Истец У вас свидетель заявлен У нас заявлен Пригласите вас Свидетельца Жилец нашего дома Свидетельца Войдите Добрый день Представьтесь Здравствуйте Ваша честь Демидов Олег Николаевич Олег Николаевич Вы тоже являетесь Жителем дома? Бывшим жителем дома Бывшим жителем дома Так Что по ситуации Можете показать? Ваша честь В этом доме Проживала моя прабабушка Вот И в одно время Мне требовалась Постоянная регистрация Я хотел зарегистрироваться У своей прабабушки Но мне было отказано В постоянной регистрации По непонятным причинам Называли что Дом был признан аварийным Еще 18 лет назад В аварийном жилье Действительно На регистрационный учет Стать нельзя Да, мало того, что Запретили приватизацию Так еще и регистрацию Запретили Вот Я Дело в том, что Депутат Городской думы И недавно Совершенно сделал запрос И От полученной информации У меня, например Шок Дело в том, что По выписке Из государственного реестра У моей квартиры Так сказать У моей бывшей квартиры Где жила прабабушка Есть собственник И собственника зовут Представляете? Хромеева Юлия Алексеевна По-моему Да, Хромеева Юлия Алексеевна И дело в том, что Ваша честь Фамилия Хромеева Очень совпадает С девичьей Девичьей фамилией жены Андрея Евгеньевича Представитель администрации Закрыли регистрацию И приватизацию Так, подождите Минутку Вы хотите сказать Что Квартира, принадлежащая Вашей бабушке Ей запретили Ее приватизировать Да? Не передали ей Собственность Не передали И после какого-то Периода времени Вы узнали, что Собственником квартиры Все-таки кто-то является Да Для меня было это удивительно Вроде как Регистрационные действия Закрыли Уже после того Как дом был признан аварийным Как там запрещена была Регистрация И соответственно Переход права собственности Жилья Жильцам Да? Да Совершенно верно Так они хотят нас еще решить Это Ответ на запрос Этого выписка Из реестра Правда на недвижимое Моя общество Что вы говорите? Из госреестра Дело в том, что Ваша честь Я так понимаю Что Хромеева Юлия Сергеевна Это теща Андрея Евгеньевича Какая теща? Я не в курсе И Ваша честь Знаете, с чем самое интересное? Мало того, что Он ее прописал там Так она уже получила Квартиру новую В новом совершенно доме Взамен Вот этой квартире Где он ее прописал Я вам говорила Я с 25 В 18 лет стою И только два человека Получили по этой Учительной квартиры А она прописала И уже получила Ну и как Представитель ответчиков Вы это прокомментируете? Ну я во-первых Первый раз слышу И мне нечего сказать Но Да хватит отныкиваться Первый раз слышу Подойдите сюда Сюда ко мне подойдите Выжил предыдущий хозяин Он их собаку отравил Понимаете? Нечего гавкать В муках А с блаженной улыбкой На лице Стоит ли ее За это наказывать? Оглашается решение суда Суд рассмотрев материалы дела Заслушав объяснение сторон Показания свидетеля Установив все обстоятельства Имеющие значение Для рассмотрения Настоящего спора А также оценив все доказательства Представленные сторонами Решил Иск удовлетворить Обязать администрацию Предоставить вне очереди Истцам, проживающим в аварийном доме Жилые помещения По договорам социального найма Суд удовлетворяет Заявленные исковые требования Поскольку истцы Проживают в многоквартирном доме Признанным аварийным А занимаемые ими Жилые помещения Признаны непригодными Для проживания Поэтому ваш иск удовлетворяется Также суд выносит Частное определение В отношении Муниципальной администрации О грубейшем нарушении Должностными лицами Норм жилищного законодательства Также направляет Материалы дела Городскую прокуратуру Для того, чтобы были установлены Конкретные Должностные лица И обвинены И в их действии Проверены На наличие состава преступлений За халатность Самоуправства А также превышение Должностных полномочий И уже прокурор будет разбираться На каком основании Родственники работников администрации Получают квартиры В жилых домах Понятно решение суда? Отвечу Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить Я счастлива, что мы получим свое жилье И наконец-то мы будем жить в своих квартирах А они будут наказаны Спасибо большое за все Что я могу сказать? Конечно, администрация будет делать все возможное Чтобы предоставить жилье Мы и раньше старались Будем мы изыскывать Из небюджетных источников Поскольку денег-то, вы сами знаете В городе мало Истец требует перенести забор соседа В соответствии с нормами и границами участка Ответчик считает невозможным удовлетворение иска Без ущемления своих прав Пожалуйста, Дмитрий Григорьевич Что там с забором? Вот ответчик, Лютов Самовольно поставил здоровенный Ну это не так Вы соседи? Да, мы соседи У нас рядом участок Да не самовольно я поставил Самовольно меня не было У меня прекрасные кусты Деревья там росли Там бульян Тихо, тихо, тихо Почему считаете, что забор установлен С нарушением норм и границами Вот у меня есть санитарные нормы и правила Санпины Где четко написано Какой должен быть забор У меня замечательный забор Рабица там стоял Прекрасный, светлый Отличные кусты По нормативам там должен быть Метр от кустов И два метра от деревьев А вы это поставили У вас бурьян сплошной Дмитрий Григорьевич Мне вот сейчас санпины Я их знаю Да, санпин Которые должны быть Мне скажите Чем ответчик их нарушил У него какой сейчас забор стоит? У него поставил Он поставил глухой забор Да не глухой Вместо прозрачного нормального забора Он поставил здоровенный метр восемьдесят забор Он бы еще только колючую проволоку поставил Я понимаете Уезжал на месяц Приезжаю Стоит такая махина Он уехал Забор уже стоял Ваша честь Ответчик Не перебивайтесь Я в изумлении пришел Просто от такой наглости Я попытался с ним договориться Вы понимаете Ваша честь Этот человек в нашем поселке Новый Он недавно там живет С прежними хозяевами этого дома Мы прекрасно и отлично ладили Да какой прекрасно Вы их выжили Ответчик Помолчите минуточку Помолчите Дайте мне сказать Собаку отравили Он видимо так привык Делать так как он хочет Понимаете Вот хочу ставлю забор Хочу не ставлю забор Ни с кем не посовет Где разрешение мое Нету Я пришел с ним по-человечески Как-то поговорить Думал Ну и Ну может быть Как-то договорить Он даже со мной разговаривает Не договорились Не договорились Клопнул дверью Вы представляете Он еще денег с меня потребовал За вот этот монстр Так вы сами обещали Я ничего вам не обещал Где бумаги Покажите Это все ваши слова и выдумки И территорию мою захватил Почти на 2 метра Это вообще поклю Там есть выписка Кадастровая Ну все Теперь вечер Что с забором-то Иск признаете? Ваша честь Я иск не признаю Я хочу вам рассказать Как был на самом деле Значит да Истец абсолютно прав Я действительно человек новый Я полгода как заселился Купил у прежних хозяев Участок с домом Дом хороший Участок прекрасный Место хорошее Ну я всю жизнь об этом мечтал Да я Так сказать У меня руки на месте растут Я вложился Своими руками Довел дом до ума И вот значит Что я решил Осталось Последнее Что можно сделать Это забор Вот забор Можете посмотреть Забор был Вот Сетка рабицы Такие вещи надо сообщать Сетка рабицы Они единоличные Старый Потрескившийся Как на зоне забор Хороший там был забор Местами провисший Дыр Местец Я что сделал Я собрал всех соседей Ивановых Григорьевых И Василевского Ну по уму Не было меня Говорю Давайте вместе согласуем Меняем забор Меняем Сказали соседи Какой поставим Вот Решили поставить Вот этот забор Вот он Посмотрите Вот какой монстр Решили поставить забор Вместе Все втроем Значит И все было нормально И Василевский Присутствовал Я не давал Свою разрешение Не давал Истец Он уехал На месте Четко на месте Старого поставили Да Ваша честь Четко Я даже больше скажу Я пришел в администрацию И сказал Об этой ситуации Администрация Посмотрела Согласовала Мне Вот По всем документам И план участка И право на землю И место согласования Забора Четко Прямо по нему И мне администрация Сказала Никакого дополнительного Согласования Не надо Все вот как есть А старый забор Кем был установлен Прежним собственником Да Прежними собственники Старый забор Согласие всех соседей Его физически не было Но не было никаких споров По этому вопросу То есть он стоял Он был согласован На администрации И все И на плане он значился Давайте документы Разрешение администрации И фотографии Разрешение Хороший забор Сетки рабятся Вот старый забор Вот новый забор Ваша честь Вы разберитесь Это безобразие Понимаете В чем вся проблема Из предела Зачем вам новый забор Не угодил Ну помимо там Нормы Санпинов Которые вы сказали Нарушены Если он стоит На тех же границах По старому забору Он не стоит На тех же границах Ваша честь Надо сдвинуть Он захватил Там часть моей территории Это вообще лошадь Он стоит Он стоит На месте Вот из плана Видно? Это старые документы Я из плана вижу Что он стоит На том же месте Почему вас Старый забор Так не возмущал Как новый? Проблема в ИФЦ В том Что он сутяжник Он по сути Он засудил Весь поселок Я заправду Уже люди с ним Не разговаривают Он выжил Предыдущих хозяев Он их собаку отравил Понимаете? Нечего гавкать Представьтесь Здравствуйте Меня зовут Григорьева Виктория Семеновна Виктория Семеновна Вы тоже проживаете вместе? Соседи? Да Что по делу? Что там по забору? Я собственно пришла поддержать Леонида Петровича И свидетельствовать против Нашего соседа Когда Леонид Петрович Решил поменять забор Потому что тот был Очень неэстетичный Мы все его поддержали И он добросовестно Собрал нас всех Соседей В том числе И Васильевский был там Ну что вы отрицаете Очевидно Я добьюсь Все равно добьюсь Подождите Ну побойтесь Бога Ну как вы можете Нету моего Письменного согласия Разрешения Хорошо Соглашения Не было письменного Но Это вы нас всех подбили Чтобы мы не оформляли Никакие документы Вы видимо еще тогда Предусмотрели Вот эту хитрость Для того Чтобы увеличить себе Участок Отжать Он хочет мой участок Отжать Суд удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Открывается ванна И вылезает Вот эта вот Хамка Озабоченная Совершенно обнаженная В частном санатории Творится беспредел Старики быстро умирают А свое наследство Оставляют горничным Как не дать Нажиться на своих родных И близких людях Оглашается решение суда Суд рассмотрев материалы дела Выслушав объяснение сторон Показания свидетеля Установив все обстоятельства Имеющие значение Для рассмотрения настоящего спора Решил Исковые требования Оставить без удовлетворения Суд не удовлетворяет иск Не обязывает ответчика Перенести спорный забор Поскольку данный забор Установлен на границе Между участками исца и ответчика Это подтверждается Кадастровыми планами Земельных участков Спорный забор Возведен на месте Прежнего забора Письменное согласие На возведение которого Истец давал Суд также учел Что истец не возражал И против установки Нового забора Принимая участие В собрании Собственников всех участков Примыкающих к участку ответчика Суд огласил свое решение Дело закрыто Здравствуйте Здесь справедливость Ничего У нас другой суд найдет Ничего Я найду Закатай губы Решение суда В иске Отказать Я все равно Недоволен решением суда Это все равно Безобразие Я добьюсь В другом месте Сноса этого монстра Есть в России закон И спасибо судье Потому что я уже Не знал что делать Я человек простой Я первый раз в суде И в принципе Я доволен решением Судья Все четко Грамотно разобрался Спокойно Принял спокойное Справедливое Взвешенное решение А то я уже хотел Решать вопрос по-другому Зал суда Битва за деньги Жили от зарплаты До зарплаты Ни у кого никогда Денег не брали Думать надо Прежде всего О людях Для этого вы Поставлены на это место Работаем Специально для вас Бесплатная Юридическая консультация То что вы делаете Сейчас называется Правовой шантаж Больше вы не потеряете Ни копейки Удовлетворен ваш иск Да Я не согласен с этим Истец просит Восстановить его На рабочем месте Ответчик Иск не признает Пожалуйста Елизавета Михайловна Слушаем вас Ваша честь Я прошу Восстановить меня На рабочем месте И выплатить мне Компенсацию денежную В размере 35 тысяч рублей За вынужденный прогул За то время С тех пор Пока меня уволили Почему были вы уволены? Я была уволена Абсолютно незаконно Я работала горничной В течение 6 лет В санатории Три сосны Вот где директор Стоит сейчас рядом со мной И при предыдущем директоре Пока этого не было У меня было все отлично Никаких нареканий Я свои обязанности Идеально исполняла В чем вы работали? Горничной Горничной И только с приходом Нового директора Ко мне стали предъявляться Какие-то необоснованные Совершенно претензии Которых никогда не было Очень даже обоснованные Претензии предъявлялись Какие претензии? А я ничего не нарушала И претензий никаких не было Что она там раскапывала Я не знаю Придумала и фантазировала Я вообще понятия даже не имею Все понятно Давайте теперь Значит с работодателем С вашим поговорим Уважаемые представители По каким основаниям Была уволена стец Елизавета Михайловна Систематически нарушала Свои должностные обязанности Недобросовестных выполняла Нарушала трудовую дисциплину В частности Есть опоздание на работу Вот Елизавета Михайловна Говорит, что она знает Свою должностную инструкцию Но мало знать И выполнять обязанности А нужно еще делать это вовремя Какие нарушения были? А Елизавета Я не могу добиться Ни от истца Ни от вас За что вы уволили истца? Елизавета Михайловна Всегда у нас Какой-то просто Фигура номер один По происшествиям У нас есть журнал Который мы ведем В нашем санатории Специальный журнал В котором мы фиксируем происшествия Вот постоянно Какие происшествия? Какую страницу не открой Всегда Елизавета Михайловна У нас нарушитель Вот, пожалуйста 23 апреля Елизавета Михайловна Заходит в номер К постояльцу Номер 37 В нашем санатории Надо сказать Проходят реабилитацию Лечение и отдых Люди Достаточно солидного возраста Скажем так Так вот Елизавета Михайловна Приходит И падает в обморок Прямо На кровать К одному из пациентов Ваша честь Это абсолютный бред Это куда вообще годится? Это происшествие Директор сама меня попросила Работать две смены подряд Я не спала всю ночь Что за происшествие Что естественно Упала в обморок На кровать К вашему постоялю Это все Исключительно С целью Соблазнения Я всю ночь Не спала Смотрите как одета Елизавета Михайловна Она даже в суд пришла В таком виде За который постоянно Получала замечания На работе Давайте разберемся По сути Я замечала коллегу По просьбе директора Я не спала ночь Я работала две смены подряд Естественно Я в какой-то момент Получила Хорошей форме На работу Это санаторий Это не причина Для увольнения Ваша честь Это разыгранная сцена Елизавета Михайловна У нас Слывет человеком У которого Есть только одна цель В жизни Окрутить пожилого Человека С целью Получения завещания И в котором Было бы указано Что все Своимущество Он отдает ей Уже такой один случай был Это очень опытная женщина Стоит перед вами Теперь она в свободном поиске И вот один из приемчиков Который у нее В арсенале Обольщение Это вот упасть в обморок В кровать пациенту Это исключительно Это очень хорошая актриса В ее арсенале Целая куча Вот этих приемчиков Директор сначала Просит меня Поработать две смены подряд Дайте я разберусь Ладно С вашими происшествиями Хорошо С этим все понятно Следующее Что в вашем журнале Следующий случай Вот пожалуйста Не забывайте Что Елизавета Михайловна Сработает горничной Да Вот следующий случай Она 28 мая Вызывает медперсонал В комнату Номер 45 К постояльцу Которого Произошло Защемление в спине После массажа Елизавета Михайловна Горничная Делает массаж Пациенту Ваша честь Это не нарушение Этот клиент Меня благодарил Потом Когда я пришла в номер Он уже был упавшим И ему стало плохо Я просто попыталась Оказать первую помощь За что он потом Меня благодарил Параллельно вызвала Медработника Который пришел И уже оказал Ему основную помощь Уже лопнуло просто терпение Наблюдать все вот эти Безобразные сцены И последней каплей Был случай Когда мы были вынуждены Вызвать полицию Вот это вот зафиксировано В справке о вызове полиции Это когда Наконец-то В один прекрасный день Елизавета Михайловна В своей охоте На пожилых мужчин Нарвалась на женатого человека Была совершенно безобразная Отвратительная сцена Жена Этого мужчины Устроила нам Страшные разборки Совершенно в администрации Дошло до рукоприкладства И вот справка О вызове полиции Я считаю Что это самое веское основание Для того Чтобы каким-то образом Сохранить Истец была привлечена Какой-либо ответственности За эту драку Истец была привлечена К административной Или какой уголовной ответственности Что там в результате Уголовной не было Ну вот зафиксировано Все слышно Конечно не было Потому что ее и быть не могло Это я должна была Вызывать пасеку Это на меня напала женщина Расскажите, как все произошло Приятная история Придется послушать А, ну вообще Это ненормальную пригласили Ну конечно Разговариваешь Кто тебе дал право вообще Так, разговаривай Займите место рядом Ну вы же видите Это просто ненормальный человек Представьтесь Ханка ты Больше мне сказать тебе нечего Свидетель Свидетель Вы в суд пришли? Да, я пришла в суд Здравствуйте Представьтесь Данова Екатерина Львовна Кем вы приходитесь? Я жена того мужчины Которого домогалась Вот эта профурсетка Вы представляете? Домогалась Я отправила своего мужа В санаторий Подлечиться У него больное сердце Две недели Он мне все звонил Все у него хорошо И вдруг через две недели Звонки прекратились Естественно Муж больной Я стала переживать Что с ним случилось И приехала Стучу в номер Открывает дверь Мой муж Весь красный Дыхание прерывистое Говорить не может Я испугалась Я подумала Все Я испугалась Я подумала Все У мужа моего приступ Вошел вызов в скорую Она меня ударила Вдруг Вдруг Открывается ванна И вылезает Вот эта вот Хамка Озабоченная Совершенно обнаженная И у меня Сердце оборвалось Я говорю Что ж ты тут делаешь? Как же ты можешь? У меня муж больной Я не сдержалась Ваша сеть Она нам взвесилась На меня У меня Рождество На вызова полиции Я заходил Прошу Суд удаляется Для принятия решений Прошу Всех встать Оглашается решение суда Суд рассмотрев материалы дела Заслушав объяснение сторон Установив все обстоятельства Имеющие значение Для рассмотрения настоящего спора Решил Иск удовлетворить Признать увольнение истицы Незаконным Восстановить истицу На прежнем месте работы В ранее занимаемой ею Должности горничной Взыскать соответчика В пользу истицы Заработную плату За время вынужденного прогула В размере 35 тысяч рублей Суд признает Увольнение истицы Незаконным Поскольку в данном случае Увольнение было произведено С нарушением Установленного законом Порядка увольнения Истица была уволена Работодателем По статье 81 Части 1 Пункту 5 Трудовому кодексу Российской Федерации За неоднократное Неисполнение работником Без уважительных причин Трудовых обязанностей Если он имеет Дисциплинарное взыскание Увольнение По данному основанию Допускается По отношению К работникам Уже имеющим Неснятое Дисциплинарное взыскание Как установлено судом Истица Имела дисциплинарное взыскание Однако Оно имело место 14 месяцев назад То есть На момент увольнения Она являлась лицом Не имеющим Дисциплинарного взыскания И не могла быть уволена Поскольку Согласно статье 194 Трудового кодекса Российской Федерации Работник считается Не имеющим Дисциплинарного взыскания Если к нему В течение года А именно 14 Извините 12 месяцев Со дня применения Дисциплинарного взыскания Не применялся Новое дисциплинарное взыскание То есть В данном случае Вы требования данной статьи Не соблюли И считали Истицу Лицом имеющим Дисциплинарное взыскание В то время Как прошло 14 месяцев С последнего Его привлечения Ее привлечения К такой ответственности Таким образом Увольнение истицы Произведено Без соблюдения Установленного Законом Порядка увольнения Поэтому суд Признает И увольнение истицы Незаконным Восстанавливает Ее на работе И взыскивает В пользу истицы С ответчика Среднемесячную заработную плату За время вынужденного прогула В размере 35 тысяч рублей Представитель ответчика Вам разъясняю Что дисциплинарное взыскание Накладывается Таким образом Которое прописано В законе Вот ваша тетрадка С вашими нарушениями Трудовым кодексом Не предусмотрено Такого документа вообще Если Когда работник Нарушает свои Трудовые обязанности Или правила Внутреннего распорядка Установленного В вашем санатории Сначала вы составляете Акт О том что работник Действительно что-то нарушил Потом берете С работника Объяснение Если он отказывается Давать это объяснение Опять же составляете Акт об отказе Дачи объяснений Только потом Вы носите приказ О наложении Дисциплинарного взыскания Вам понятно? Понятно Порядок Ну откройте трудовой кодекс И изучите Как работодатель Истинцы А вам разъясняю Что за нарушение Трудовых обязанностей Вы можете быть Уволены Но уже с соблюдением Ответчиком Норм закона Понятно решение суда? Понятно Дело закрыто Ну что я буду работать С такой прокурсеткой дальше А как ты Как вообще? Уволю по статье Найду статью Решение суда Иск удовлетворить Я всегда прекрасно Исполняла свои трудовые обязанности И буду их исполнять И директору Не удастся меня уволить Никогда Я остаюсь тверда В своем намерении Избавиться от такой сотрудницы Но теперь я это сделаю На основании Трудового кодекса Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова